Астана стала первым городом-побратимом новой столицы Индонезии Нусантары. Меморандум подписали накануне власти мегаполисов. В стране из топ-20 лучших экономик мира ждут, что Казахстан поделится знаниями в области строительства и переноса столицы. А Нусантара передаст свой передовой опыт развития устойчивого зеленого города. Подробности у Ануара Абдрахманова. Крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии Индонезия готовится к важному событию в своей истории. Страна планирует перенести столицу из Джакарты в новый город, который получил название Нусантара. В этой связи индонезийский бизнес и правительство проявляют большой интерес к успешному опыту Казахстана. Власти Индонезии говорят, что переносят столицу по целому ряду причин. Ключевая перенаселенность главного города страны – Джакарты. Среди других важных факторов данный шаг придаст толчок к экономическому развитию острова Калимантан, где будет располагаться новая столица. Сегодня этот регион заметно отстает от остальных в развитии. На него приходится лишь 5% от всей экономики страны. Ожидается, что уже в следующем году в Нусантару переедут сотрудники госаппарата. Мы хотим узнать, как вы переносили столицу из Алматы в Астану и применить данные знания при переносе нашей столицы из Джакарты в Нусантару. Как переносить столицу, переводить государственный аппарат и самое главное, как правильно развивать инфраструктуру. И как управлять таким современным городом, как Астана. Потому что наша новая столица Нусантара носит название зеленого города столицы. И у Астаны есть зеленый пояс. И это очень нас вдохновляет. Нусантара будет первым полностью зеленым городом. С лесами, экологичными зданиями, собственным производством продуктов питания и системной умной утилизацией отходов. На стройку государственного размаха власти Индонезии намерены потратить порядка 35 миллиардов долларов. И, как оказалось, будет вполне не прочь обратиться к услугам казахстанского бизнеса. В частности, наших строительных компаний. Мэр Нусантары сейчас здесь. Он буквально три дня здесь находится в Астане по изучению опыта. И смотрит опыт наш, наши успехи, наши ошибки, которые мы также допускали. И сейчас они приглашают наши казахстанские компании для того, чтобы мы присутствовали при строительстве Нусантары. Есть определенные условия, которые они предоставляют. Наши компании строительные в том числе сейчас активно идут на экспорт. Уже в том регионе, наверное, ближайшей в Таиланде есть уже крупные компании, которые застраивают. А также во Вьетнаме наши компании уже себя зарекомендовали. Несколько компаний из Казахстана там активно строятся. И вот сейчас в Нусантару Индонезия приглашает также наши компании вести строительство. Страны планируют нарастить сотрудничество и в туристической сфере. Только в прошлом году архипелаг посетили больше двух тысяч казахстанцев. Как и отмечают спикеры, теперь добраться до острова Бали станет немного проще. В мае был запущен стыковочный рейс. Он позволяет долететь из Алматы в Бали с остановкой в южнокорейском Инчхоне. Следующий этап – запуск прямого рейса Бали-Алматы. И из Джакарты в Алматы. Этот шаг укрепит наши двусторонние отношения, а также даст стимул для сотрудничества в области туризма и инвестиций. Сегодня товарооборот между нашими странами составляет без малого 400 миллионов долларов. В планах довести его в будущем до миллиарда долларов. Ануар Абдрахманов, Марат Дихамбаев, Хабар, 24.